Всем огромный привет! С вами Наталья и на своем канале Вкусняшки от Наташки. Хочу поделиться с вами прекрасным рецептом квашеных огуречков на зиму, которые хранятся великолепно всю зиму. Хрустящие, твердые огуречки заливаю тем же рассолом, в котором квасились, и они прекрасно хранятся. А запах... Обалденный запах! Очень вкусные огуречки, рекомендую! Если понравился рецепт, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И не забывайте про колокольчик. Начинаем квасить огурчики. Замачиваем огурчики на 2-3 часа. Прошло 3 часа. Мою хорошо их губочкой. Кончики никогда не обрезай. Для этого посол, не обрезая, приготовила ингредиенты. Огурчик, конечно, листочек морогины, листочек вишни, чеснок, корень хрена, зонтик укропа, горький и острый перчик. И наш главный ингредиент дубовый листочек, за которым огурчики будут хрустящие, твердые. Листочек хрена. Приготовил 6 литров баночек. Баночки не стерилизовались. Хорошо помыл соды банки и крышки. Все банки отстраняем. Берем по одной и начинаем закладку. Ложу на дно баночки все наши листочки, корешки. Не забываем чесночок, укропчик. Укладываем огурчик плотненько. Потому что огурчики еще в процессе брожения хорошо осядут. И сверху еще ложим листочек, корешки. И не забываем горький перчик, чесночок, конечно же. То есть на дно я ложу и сверху все приправы, листочки, корешки. 6 литровых баночек я заполнила. И у меня огурчики еще остались. Я взяла свою старенькую кастрюльку и в ней буду засаливать. Потому что, как я уже говорила, в процессе брожения огурчики в банке оседают. И придется нам дополнять еще огурчиками банки до полного. Примерно по одному огуречку в банку еще нужно докладывать. Поэтому я еще в кастрюльке заквашу. Делаем маринад. Из расчета на литр воды две столовые ложки соли. У меня 4 литра воды будет, то есть я 8 ложек столовых соли добавляю. 8 ложечек добавила. Теперь 4 из-под крана холодной, из-под крана воды. 4 литра примерно. Вот добавили 4 литра. Хорошо перемешиваем. Рассол сделали, заливаем все наши баночки рассола. До верха, чтобы огурчики не торчали. в кастрюльку добавляем. оставшись наш рассол добавляем в кастрюльку. Также покрываем все огурчики. Огурчики ставлю в тазик, так как во время брожения через верх рассол будет выливаться через верх. Он будет у нас в тазике. Накрываю салфеточками, оставляю до следующего дня. Накрываю кастрюльку тоже салфеточкой, оставляю при комнатной температуре до следующего дня. На второй день у нас появилась вот такая пеночка. Не трогаем ее, оставляем до следующего дня. скрываем на третий день. У нас уже вот такая хорошая пенка появилась. Вот так хорошо они уже вот сколько водичек во время брожения уже снег вышло. Вот они на третий день пенки обираем ее все хорошо. Оставляю еще примерно часиков на пять пусть постоят. Вот прошло пять часов. Все готовлю их к маринации нашей. Вынимаю из тазика. Сливаю рассол с них в кастрюльку. Сливаю рассол. Рассол слила. Ставлю кипятить его. Уже так вкусно пахну. Как я уже говорила осели во время брожения осели. огурчики добавляем огурчики из одной из банок. Беру и добавляю по всем баночкам по одному огурчику. Чтобы полные баночки были. Одну банку освободил полностью. Беру из кастрюли и заполняю ее. Вот из кастрюли все листочки, приправки дополняю наверх. Такие уже душистые, вкусные. Пустую баночку беру, из которой мы доложили во все баночки и заполняю из кастрюли огурчик. Огурчики уже такие не хрупкие, а податливые стали. Можно их поплотнее уложить. в кастрюли, а податливые шесть баночек у нас снова заполнены. Еще ватно дополняем. Тем временем рассол у нас уже закипел. Пока заполняли баночки, кипящим рассолом горячим кипятком заливаем баночки и тут же закрываем я один раз заливаю только вот один раз сливаю и им же этим рассолом заливаю заливаю быстренько закручиваю баночки заливаю и быстро закручиваю все баночки у нас закручены одна баночка нас под пластмассовой крышкой это будем кушать для быстрых пользования не на зиму закрываем крышечкой и будем кушать прекрасные огурчики переворачиваю баночки вверх дно для того чтобы проверить не протекает ли банк хорошо и закрутила вот никакой сухо под баночки все хорошо замечательно закручено уже через час переворачиваю несу в погреб